Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 784. Событие дня. Эпиграф. Матфея 24.4. Иисус сказал в ответ, берегитесь, чтобы кто не прессил вас. Это за 5 февраля 2018 года. Ну, а сегодня, надо полагать, шестой уже. Еще день. День был занятый очень. Вчера Василия Сергея Павловича Пупков отвез домой, он просился. Ну, вот такое дело. Мы тут свое дело делали целый день. Все, что-то делаешь, Господь благословляет. Ну, а с двух часов сегодня я уже в эфире, вот что мне тут написали. Только счастье. Считаем. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вопрос по сегодняшнему чтению дня об учительстве. 1 Яна 2.27. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. И второй стих. 1 Коринфян 12.28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, знак вопроса. Знаю, что сектанты цитируют первое, игнорируя второе. У нас православных наоборот. Как это соотнести в полноте всех смыслов и в согласии со словом Божьим святоотеческим преданием? Вот вопросы, Игнатий Лапкин. Помазание Божие от Духа Святого делает совесть восприимчивой на тончайшее передвижение воздуха, а уж тем более на тревожное ощущение в сердце и в уме при совершении непотребного, греховного, зряшного. И в этом главном, что еще и в раю было дано в совести, которая первичная Евангелие, как говорит Святой Златоуст, не нужно ничего извне учителя и подсказки. Оно прямо переходит от Божьей святости к Духу, сущему в нас. Речь о нравственности. И когда человек обращается за ответом по вопросам нравственности, то это сигнал, что в его совести царапины на рост или прорехи. А это можно, а это не грех. Вот это спрашивает человек, это невозрожденный свыше человек. Самые простые вещи он не знает. А второй стих говорит об установлении в церкви Христовой. Всякая власть от Бога. Все, священнику дана власть. Самая первая власть в мире какая была дана, знаешь, от Бога? Владычество это над животными, это Господь дал человеку. Да, над женой. И над женой. Власть. Юрий Соболев пишет. Какой простой и ясный ответ. Благодарю за разъяснение, Игнатий Тихонович, спаси Христос. Ну, Юрий, кто не знает, он преподаватель Красноярского университета в Академии и ведет занятия в Метрополии. Галина Влейска. Приветствую вас всех, братья православные. Посмотрела ролик... Так. ...С Сергея Пупкова или кто это? Ну-ну-ну. ...С Мариной, видимо, Сергеевой. Да. Сергею Пупкову радоваться, заботливый брат. И аз очень рада этому. Что ж за бесовская зараза такая в нашем интернет-православном сообществе? Отрубите голову и хвост. Ну, Марина там льнет к этому. Она ничего не верит. По мастырям сколько-то доездила. И бесовщиной просто путается. И мальчишка ложится спать там. И под одеялом бесы является. Явно, что ненормально все это. И только у Серафимы была. И уже за псалтырь Богородица ухватилась. Но я на месте доказала. Она опять на старое идет. То есть уже она заражена этим. Жалко, конечно. Господи, помилуй Марину. Сергееву. Сергееву. И в сторону ее пути веры, духа лжи. Научи распознавать свет и отличать от тьмы. Она не знает этого. Укрепи любовью свою к твоему слову. На питание дай впасть в ересь. Уничтожь самомнение и бунтарский дух. Открой очи ее к подражанию Христу. Ибо Он Спаситель наш единственный. Кроток и смирен. Верен и истинен. Молимся о сестре супер доверчивой и супер мягкосердной. Марине Сергееву, моей любимой сестренке, совет. Встать на пост и на молитву. Насколько плоть согласна. Да еще денек набросить и не выпускать Библию из рук. Ни на минуту. Держать всегда рядом с собой. Вера это, видать, с верой и надеждой. На милость Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Вот она была впервые познакомилась с Галиной, с Мариной. Галина тоже я первый раз ее видел нынче. То есть нынче, в семнадцатом году они отдыхали у нас. Приезжали в гости. Лагеря-то нету. Скорбями, Мариночка, скорбями входим. Потерпи. Не тащи ты всех своих с собой. У каждого свой путь. Свой крест. Отпусти их души на молитвы священникам. А нам, мамам, оставлен только личный пример в вере. Аминь. Из своего опыта. Несколько лет мне расставалась книга Нового Завета даже во сне. Клала под подушку и молила Господа об открытии истинным негрешной. Пролила море слез. И только через десять лет моего упорного труда над собой, Слава Богу и силе его напоил чистой водой. Вот так. И прошло уже двадцать лет. И немощно, так немощно, Господи. И каждый раз считаешь Библию, как в первый раз. Да только уже без самомнения. И на все сто доверяя Божию Слову по учениям святых православных отцов. Христос всегда один и тот же. Он же не изменен. Это мы можем изменяться. А он никогда. Марина вот была здесь. И вот эта самая Галина. Видишь, какая разница. Второзаконие 32. Он верен и нет неправды в нем. А Царствие Небесное внутри нас же самих. Будьте как дети, войдете даже при своей жизни. В веры православные, развивающиеся в истине веры, Включаем свои фонари молитвы и выставляем шлагбаум, Духовную борьбу своим и чужим самомнением На вход в свой мозг и пьем только чистое словесное молоко. Спаси Христос. Ну тут один какие-то у него там фамилии нет, А такое накручивает там что-то истинное такое, по-английски. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, Роман Малыш сошел с ума. Господи, помоги Роману Малышу образумиться и не делать глупости. Александр, город Ноябрьск, с уважением. Марина Сергеева. Сергей Павлович, почему без ведома меня вы снимали и выставили ролик? Вот это слова говорят безбожники всегда так. Она уже скатилась до этого. Если вы хотели меня дискредитировать, то у вас это не получилось. Видишь куда уже? Хотел дискредитировать женщину. Понимаешь, какая и дерзкая одновременно, и глупая. Марина, ничего нового вы от меня не узнали. То, что я говорю на занятиях, то и говорю вам. Так это разве оправдать, как раз увеличивает злодейство. Когда делаешь против истинного, встаешь один раз, до другой. Марина, по-хорошему расстались, а все-таки туда и есть. Она с Романом как раз ездила в прошлый раз. Два или три дня в Барнауле где-то были, застряли. Я видел, что она уже склонна к нему, и он про нее все расспрашивал. То, что Господь открывает по своей милости и укрепляет в это меня, за это ему слава и благодарение. Аминь. Аллилуйя. Валентина Сартисон. Дорогая Мариночка, вы напрасно волнуетесь о том, что вас дискредитировали. Это не так. Мы вас по-прежнему любим. Беседа полезная и нужная. А особенно для вас. Вы можете переслушивать ее вновь и вновь и продумывать. Да благословит тебя Господь и укрепит тебя. Ну да, вот говорит, какой. Сейчас мы покажем этот ролик. Какой. Я поставил его, я его не смотрел, не знаю. Он у меня здесь есть. Вот. Сейчас мы глянем, что тут есть. Это вчера выставлял я. Вот, вот сколько у меня новое. Это под замками означает не снято. Это администрация работает. Я только снимаю. Каждый день не меньше 15 роликов. А которые нападают. У них нет ничего. Посмотри, сколько в запасе у меня. В запасе. А вот она. Вот я зря сиделся. Вот она. Если же... Да. Эзекиль 33.9. Ну-ка давай. Если же ты остерегал беззаконника, то спас душу свою. Эта квартира ничего нет. А так вот, ну-ка, так вот. Как другому было удобно. А вот. И дело-то в том, что она как бы рассказывала. Я сначала тоже пока не верила в эту сцену происходящему. Она рассказывала и про телевизор, и про телефоны. Вот она с этим рассказывала. Что даже при отключенных телефонов и при отключенных видео, даже с разъездки, если будет отключен телевизор, идет полностью контроль над человеком. Это было давно. Я прикидываю. Могут в человека. Вот. По попущению Божию, ради прославления его, Христа. Дальше. Это все чипы, это система, 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 ННН, паспорта. А бес радуется, в ладоши хлопает. Вот здесь говорит Сергей, абсолютно правильно все. Сергей, просто удивительно, Бог обудряет. Сергей, я же не вспомню о том, что, значит, деток не существует. Все, что ты сказал, все не существует. Начинает богословствовать, а коснулась, еще не знает. На каждом шагу непослушание. Одно и то же. Десятки раз говоришь, через минуту опять то же самое делает. И все хорошо, хорошо, хорошо. А что хорошего? Это непослушание. И, как правило, вот эти люди разведенные, у них как что-то отшиблено. Хоть маленько мужик где-то есть. Это одна. Муж ушел, значит, все, теперь она командует. Ну, один ребенок. И его там тискают. Господь посылает у него психиатрию. Игнатий, конечно, ни день, ни месяц, как мне. 26 лет психиатрия мучилась. И за 26 лет, что они ему не могли этого беса подселить? Не могли. Он сказал, что там внизу опухала, голова нет. Он молился об этом? Молился. С вещами слезы шли. Так мной занимались-то какие единицы-то? Спецзаказ на меня у них был. Это все потом мне сказали. Ничего не сделали. Я вернулся живой. Конечно, переживаний было много, слезы и прочее. Вот я просто показать хотел, где есть. Ну, и теперь дальше мы продолжим. О чем решится, понятно. Так. Роман Фроликов пишет. Аминь. Сергей Игнатов. Мир вам, мужи, братья. Никто из нас даже в мыслях, не говоря о поступках, не занимается дискредитацией кого-либо, а в разумлении, когда это требуется. Обличение – это болезненное, но крайне необходимое лекарство, прописанное Господом через пророков для заблудших душ народа Израиля, а затем данное апостолом Павлом всем ученикам Христа Спасителя. Обличение не имеет ничего с бездоказательной ложью, которую начал изливать наш бывший брат, а теперь просто Роман Малыш, на нашего наставника во Христе Игнатия Тихоновича Лапкина. Священная Иерия Иакима и нашего патриарха Кирилла, в котором он осмотрел чуть ли мерзость запустения на святом месте. Куда ходить и молиться нельзя православным христианам. Я вам надеялся, что он уже полный, стопроцентный еретик, раскольник. В церковь ходить нельзя, ну подумайте сами. И поддерживает его, там шпана разная, со всех сторон его. Да вот то, да мы да придем, угрожает. Все это копируется, ставится и найдут в один момент сразу всех. Они еще не знают, что затеяли, как сатана сгуртовал вместе. За Романа Малыша по призыву Игнатия Тихоновича, которому он и всем нам очень дорог, за трудовой вклад на благо православному поселку Потеряевка. Все мы начали молиться, в том числе и автор этих строк, взяв на себя строгий пост. Даже Господь не поможет человеку, имеющему от него дар свободы, спасти свою душу, если грешник упорствует и настаивает на своем сатанинском заблуждении. Это вот у Романа сатанинское заблуждение. Золотой говорит, не я, не Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Все. Марина Сергеева после окончания официальной части занятий, когда Роман Малыш изложил свои пропитанные ложью помыслы, о начертании Антихриста, обвинениях в прелести и филиокве Игнатия Тихоновича, а также нашей якобы зазомбированности. То есть он как враг подготовленный и засланный. Я теперь все больше склоняюсь к этому. Его спецорганы подготовили в Украине и заслали сюда. Им спросило у меня, что я грешный об этом думаю. Я ответил, и мой ответ по смыслу не отличается от того, что ответил руководитель наших занятий Сергей Пупков. Пупков должен заметить, что Марина Сергеева по моему умеждению потворствует заблуждением, в которое впал Роман Малыш. Ну она не только потворствует, она просто расположена к нему. А она это не знает. Ну как, женским умом тут она совсем ничего нет. Такой вывод я сделал, когда она разместила на нашем чате видеоролик Романа Малыша без своей оценки того, что он утверждает, будущее Вадим нечистым духом. Именно, вот здесь абсолютно правильно. Он нечистотой, нечистым духом одержимый. По этому поводу отзыв на видеоролик написал я, как сумел. Вокруг Романа сейчас в интернете группируются все противники нашего духовного отца. Хотя Игнатий Тихонович и не просит себя так называть, но он, как апостол Павел, является таковым для многих из нас. Наверное, для тысяч людей. Нынешнее духовно-сатанинское окружение Романа, которое он сам к себе притянул, отрекшись от своих ранних оценок по скайпу, трудов и личностей Игнатия Лапкина, делает из него орудия демонов. Именно он стал орудием демонов. Он даже не понимает, что. И это нельзя ему помочь? Никак. Это полная катастрофа. Говорят, его спецгруппы, спецорганы в Украине готовили вот так как-то внедриться, чтобы он делал добро, много добра делал, чтобы полное доверие втереться. Не могу я этого знать, но очень похоже. В один день все изменить, доброе отношение людей к нему, и начал строиться, сколько вложил, это все у него остается. Ему не удержаться, как отказался от того, чтобы гражданство получить, зарегистрироваться. Ну какое государство-то потерпит-то? Мы обязаны это сказать. А, это стукащество. Они даже слов не понимают. Собрание приняло решение. Тогда что голосуют депутаты в Думе, это все стукащество. К такому окружению могут смело причислить себя и те, которые молчат, а то и сочувствуют заблуждениям, которые впал по своей злой воле Роман Малыш. После того, как он начал активно работать в стане врагов против нашего патриарха Кирилла, при всех его недостатках, заранее запрограммированному способу избранен этот пост, в чем его обличает по слову апостола Павла, наш учитель во Христе Игнатий Лапкин. После того, как Роман Малыш начал подкапываться под известного нам исповедника, православного вероцаработника Иисуса Христа Игнатия Тихоновича, его брата по плоти и во Христе отца Якима, а затем вышел из состава православной анфимоникамидийской общины, нашел в себе тайного, в кавычках, духовного отца, потакающего его заблуждением, то я бы сказал ему свою позицию, а затем заблокировал с ним контакт, пока не увижу его вновь с покаянием перед православными мужами-братьями, братьей в поселке Потеряевка, в котором он хочет жить, не имея еще на это законного права. Да, вот здесь Сергей Егорович абсолютно правильно все пишет, рассудительно. Пока же, как многие из нас, соединив молитву с постом, я обращаюсь ко Господу, чтобы Роман Малыш принес плоды покаяния, как блудный сын нашей матери церкви и занял место в притворе свято-анфимоникамидийского храма в поселке Потеряевка, пока не истечет сроки пятимии, за такие богохульные проступки. Как будет дальше, Господь усмотрит, но мы все должны сделать для Романа. Все должны сделать для Романа, чтобы он спас свою душу, а на наших руках не было крови, замолчаливое с ним согласие, а то и сочувствие лжи, в которую он впал, толкуя откровение Яна Богослова с своим поврежденным умом. Вот теперь интересно, вот все буквы ее истребили, и не знаю, что читать, даже русский человек и то вернулся назад, он знает русский язык-то, а как иностранцу это учить? Интересно, Солженицын дал согласие на издание всех его трудов и непременно условия поставил, чтобы все ее были проставлены точки. Мы с ним абсолютно одинаково в этом. Наталья Усатая. Она выкинула ролик там, где все это, он беседует с ней, сейчас смотрели мы. Яна Пьянкина. Мир вам, Игнатий Тихонович, спасибо Христос за информацию. Мы с мужем смотрим ваш видеоканал 2013 года, и хоть мы лично с вами не знакомы, но вы нам уже как родной. Ну, теперь ему кто напишет с 2013 года, да он в миру еще был-то? Ну, маленько-то сравнивать, идете даже, но отвечать-то нечего. Такой бред несет и отвечать. А вот вы все, вы еще не фотографируете, что только в туалете бываете. Это считает высота мысли у него такая. А теперь, где вы на нас стучите, почему там не снимете, вы должны это нам показать. Насколько человек далеко падший, он все еще воображает, что есть еще кто-то ниже его. Интересно, это писали в газете, решила одна из корреспонденток договориться с начальством УИГУИН, там, системы, там, тюремных содержаний разных, найти самого-самого преступника. Ну, ей сказали власти, говорит, ну, вот этот, говорит, он убил, говорит, там, 15 человек, там, и насиловал двух, там, малолеток, его вызвали, он стал говорить с ним. Потом Фонце говорит, так вы в этой тюрьме самый такой, который преступник. Да вы что? Он сразу говорит, да никак нет. Да ты чужие люди убил, да чужие, это комар, ударил, да и все. А вот у нас сидит в камере один, да, он, мать, убил. Вот он преступник настоящий-то. И когда, так, я сидел в тюрьме, они начинают, где воровали, и как разозлятся друг на друга, ты вор, ну, ты-то сам же такой. Так я где воровал-то, у людей, что ли? Я воровал-то, где лежит все. А тот, так я-то тоже воровал. А ты государство обкрадывал. То есть государство и люди, они теперь что выше, и что ниже. Я, говорит, попросила, привели того, который мать убил. Я стала говорить с ним, а потом в конце и говорю. Она узнавала все, а потом ей главный-то вопрос, сам найти преступника. Вы как теперь в тюрьме-то, самый такой преступник? Да вы что? Он сразу преобразился. Да никогда. Да я что? Ну, мать убил. Так у нас есть он мать и отца, и сестеренку убил. Я, говорит, попросил и того привезти. Я, говорит, так и ничего не нашла самого преступного. Все, каждый думает, слушай, у Романа теперь мысль-то только такая, что еще найдутся люди более падшие, чем он. И он геройствует сейчас, он вперед на полмиллиметра даже не смотрит. «Что будет?» Как Шарикову, когда он задал там в театре вопрос, «Что меня ожидает?» Она, говорит, «Большие перемены ожидают». Так и Романа. Подготовлен ты был, не подготовлен, но пока я был рядом, этого не было. Это определенно и четко. Значит, надо было быть рядом. А что в тебе этот злой дух, так я тебе с первого дня сразу сказал, определив по чтению псалтыри. Но это не секрет. Когда Господь подкосил, два дня лежал, глаза только моргали, и все. И такая у меня благодарность в сердце за ваши труды. Нигде не найти столько душеполезного материала, как на ваших ресурсах. Ну как же, каждый день 15 роликов. Но сейчас мы поставили задание. Тебя расстреляют, если не будешь каждый день ставить 15. Ну кто поставит-то, когда нет ничего. А я ставлю какие материалы? Насчитаны златоуза, братолюбия, архипелагулаг, библия. Почему? У меня богатство несметное. Я работал на этом 55 лет. А вы-то ни дня не работали. У тебя ничего и нет. Ролики стал выставлять. Когда? Когда сатана, говорит, туда в бункер-то залез к тебе в железный-то. Ну и сидишь там один. Вот и все. До этого-то ни одного ролика нигде не было. И не подклоняйтесь, по чужой ярмоте, сатана все выворачивает. Более чем ты-то, Роман-то, по чужой ярмоте никто не залезет уже. Все. Церковь покинуть, а искать отлученных, разных там шляхищей, каких-то, ну даже говорить страшно. Страшно. Люди, лишенные сана, Диамид, он лишен сана. Законно, незаконно, но это незаконная власть, которая, патриарша, она тебя и ставила, ты обязан покориться. Тебя ставили не в греческой церкви. Диамид, я Диамиду говорю, вы живой, настоящий христианин с горячим сердцем. Поистине, вы современный наш златоуст. Дай вам Бог здоровья и еще много сил, потому что у вас есть талант от Бога вдохновлять людей на служение Ему во свете Библии. Вот что интересно, я сижу в тюрьме, об это время посылают человека из редакции Алтайская Правда, Титов, Виктор Иосифович, здоровый такой, и он ходил на все дни процесса надо мною. И когда все закончилось, ну там выводят и люди это охраняют. А солдаты сидят там, балагуря там или там едят, что там делают они. А напротив меня в самом дальнем углу отдельный стаканчик. Повернуться нельзя. И напротив меня солдат стоит, глаз не сводит. Стоит, там у них закрыто глазок только, а у меня открыта решетка. И он стоит непрерывно смотрит, указание какое. Это же самое при отправке в шлюзе, в тюрьме. Ну выносит, допустим, в суд, сегодня выходит 15 человек-то. Ну их выводят из разных камер, потом они вместе стоят, разговаривают, смеются там где-то, меня отдельно отводят, и отдельный солдат стоит рядом, краснопогонник. Мне власть особое место давала. В зал суда, когда я был, заводили 12 краснопогонников. Через толпу меня продирали. Создали из меня вот такую фигуру. Золотого, и статья появилась у Титова. Подошел он ко мне после окончания суда. Это все? У вас больше ничего не было? Не было. Он так это губу поджал, и потом мы после освобождения встретимся. Он вспомнит, что моя жена ему говорила, что каяться, придет во время. Это потом он с ней встретился просто колоредакции. Ну и так и было все. Так было. А потом его жена и он, кажется, ездил по Теряевку на березовый сок она болеет, с дочкой. И дальше что было? И он написал статью «Златоуст из Потеряевки», когда меня посадили. Златоуст в кавычках. А вторую статью это у меня в книге для слова Божия не туснут. Почему я пишу «Златоуст без кавычек». Расковыщился. Власть-то советская ушла, и теперь он... И что интересно, говорит, тут была советская власть, у меня, говорит, кабинет, она там 7 этажей или 8 Алтайская правда издательства. И у меня, говорит, кабинет, вот он где я был, и оттуда мог видеть горком партии крайком. Как только перестройка началась, меня, говорит, повернули через весь коридор и с другой стороны прямо напротив храма Покровского. Я, говорит, ну, у меня... И не я же я перевожу себя-то. И вот теперь златоусты, златоусты... Не я это делаю. Против нас воевал все время благочин Алтайского края. Власти больше, чем сегодня у митрополитов у него была такая власть. Войтович, отец Николай Павлович. И он нас прозвал златоустовцами. И это пошло, и уже... Я не называю себя, нет. Ставят фильм, называют златоустов потеряевки. Это другие люди совсем. Это фильм, занявший первое место в России. Ну, это чего-то стоит, документальный фильм. Какой я златоусты, я говорю. Даже... Ну, везде вот это как-то есть. Самый враг, который был у меня, первый секретарь КПРФ Железнодорожного района, и он о себе говорит, когда встретились первый раз в Конгрессе интеллигенции. Ты кто такой выходит там на меня, задрипанный пиджачок? Только заговорил, я прошептал, златоуст. Это на суде говорит. Ну, значит, вы меня обклеили этими словами. Я говорю, я не златоуст. Слышите, я не златоуст. Я не златоуст. Как по радио говорят, евреи выступают. Да все евреи, видно, картавят. Один выступает, но смотрите, я не картавлю. Я говорю, хорошо. Вы слышите, все недруги? Так, внимательно. Не деритесь зря. И дальше букву Р выделяет. Ну, так интересно. Дальше. Рустам Игнатий Тихонович, я благодарю Бога за то, что он дал мне шанс общаться и учиться со златоустом нашего времени. Это разные люди. В Италии. Ну, видно, что человек мусульман, мусульманский корень это. И со всех сторон, кто бы не был. Ну, еще дальше-то. Патриарха так не называют. Так. Златоустом нашего времени. Когда мне люди говорят, а что ты всю лапковищину свою продвигаешь? Игнатий Тихонович, что пуп земли? Я думаю про себя сразу. А что вы, те люди, которые так говорите, имеете какие труды, какое усердие, старание? Да никаких трудов такие, как правило, и не имеют. Это пустышки в большинстве своем. И вот эти, которые заходят там, сейчас они там кучкуются, матерятся, и что угодно делать. Пустышки, ничего нет. Анастасия. Но если сравнивать, она писалась, Ривка, Ривекка, девчонка с Украины, интересная очень. Ну, просто интересная. Она говорит, что если армянская апостолическая церковь, назвать ее, то как совместить это с соборами? Соборы, руководимые духом в церкви. С соборами я тоже еще не разобралась. Многое сомнительно, так как связано с политикой. Эта политика все очень усложняет. Быть сектантом в этих вопросах гораздо проще. Потому что, собственно, этих вопросов нет. Тогда нет ничего сектантом. Теперь ей непонятно. Она ко мне расположена. И как так вот? Ну, церковь признала армянскую не церковь. Но я скажу, я не хочу ничего смотреть. Патриарх служит всеми вместе. Зачем мне вышелезти-то? Значит, обстановка меняется. Я разговариваю с армянскими священнослужителями. Они говорят, у нас вот это, как говорили, что раньше, сейчас этого нету. Мы не иммунофизиты. Мы также принимаем во Христе два естества. Он мне это говорит. Я просил не наклонять голову. Это вредно. Все напротив делает. Так. Обсуждать подобные вопросы с православным настоятелем пока не берусь. Вот так. Не знаю его позиции. Но основное количество людей, церковных, предвзятых в таких вопросах. Я не предвзятый. Ты, Анастасия, ты это правильно поняла. Я ничего не меняю. Церковные соборы остаются на месте. Они в свое время говорили так. Но меняется все. Но представьте, они против арьян. И вдруг арьяне, которые приходят в церковь, покаялись. Были. Приняли в ощущение о Троице, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Нет, они... Ну зачем, когда они уже не такие? Это зачем теперь старым тыкать-то в них? Так и здесь. Мне они говорят, я не где-то был в Ереване. Встречался с людьми. Говорил. Даже по дальней родственной линии одна за армяна вышла. Он говорит, у нас этого нет. Крестит неправильно так же. Ладошки опустит этот, их служитель-то. А потом этими ладошками по лицу протирает ее, стоит. Ну смешно даже. Вот один Владимир тут пишет. Игнатий Тихонович, добрый вечер. Рад вас видеть в добром здравии. Планируем приехать в Потеряевку в июле. Станем лагерем поблизости. Мешать не будем. Если продается хороший дом, то готов купить. Обнимаю, Владимир. Короче, едем. Ждите нас. Игнатий Лапкин, есть время подумать. Не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Вы видите, какая тут катавайся поднята дьяволом. Змей-древний грабит не там, где солома, но где корабль доверху нагрушен ценным. Как говорит Святой Анат Златоуст. Так и здесь. Вот был у нас Роман Малыш с нами вместе. Сколько он добра сделал-то? Ближе летом у меня никого не было. Какое бы дело не было, поехать, Роман безотказный. А говорят, ну если он засланный был, тогда ему особенно надо было, чтобы подозрения не было. Я не утверждаю, но очень похоже. В один день все изменить, повернуть, это... Да так не бывает. Как-то постепенно в одном вопросе, а здесь нет, и сразу врагом сделается. То есть он понял, что дальше идти некуда, ему сигнал дали, так вот мне говорят-то. Ну и теперь бросается. Он мгновенно, а я не верю в это. Даже ходил, причащался, а не верю, безблагодатный. Ну ты же видел, ну все теперь. Еще раз, еще не раз пишемся. Подробно свою биографию напишите. Ваш поиск, почему решили так, а не иначе. Льгот никому нет. Все равны, с нуля начинают. Дом вряд ли будет на продажу. Лучше самому... Слава Иисусу Христу! Татьяна Позвенечина Капустина меня здесь ищет. Лучше самому строить такое, что он не будет потом в тягость, но одному не подняться. Нужны вам будут помощники. Лучше из родни, чтобы жили одним табором. От дождя вскрыться можно в бывшем лагере Стане. Владимир. Решили все или все нашим всем нашим кругом. Ну это у казаков так круг называется. Все одеты будут по статусу. Одеты правильно. Дальше. Отращиваем бороды. Бороды отбращаем. Курить бросили. Не выражаемся слух. Ну, бросили это я в это не верю. Как не верю? Три года пройдет, тогда только бросили. А где бросили, там подберешь. Это не просто так. Ждем вашего одобрения. Прихожане, князь Владимирского собора Санкт-Петербурга, настоятель Владимир Сорокин. Слава Господу. Игла. Повторяю, что держи до конца все на себе, и где не хватит все на мне. Это я по-другому, по-другому человеку пишу. Бытие 31-39. Там не хватает со средствами, там разговор шел. Я говорю, держи до конца все на себе. Человеку тому говорю, там, ты хоть директор, но все равно. И где не хватит, тогда все на мне. Одно дело в начале делать тут. Я сейчас привел, откуда я взял? Бытие 31-39. Бытие 31-39. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночь ли пропадала. Вот так. Я точно так я взял все на себя здесь. Тогда вопрос сразу исчез. А мы вот будем делать, а тут будет ущерб, а они все просмотрели, а что-то там будет. Вот это все на мне ущерб, какой сверх этого будет. Договорились на 3 миллиона, а выйдет на 5. Значит, 2 миллиона на мне лежат. Александр Марьясов. Мир дома вашему. Игнатий Тихонович. Только никакой выгоды нет. Это дело, опять же, для дела Божия. Допустим, командировку подготавливаем трех митрополитов сразу. И надо собрать средства. Ну, вот сколько-то есть, а теперь нет. Я к примеру говорю, какое дело. В этом деле я участник. Пока это дело скрытое, а потом будет видно. Притом, самых лучших проповедников избрали. И они согласились поехать. Определенное место. Встреча с патриархами там сразу. разными. Давай. К примеру говорю, к примеру, не утверждай ничего. Вот. А я не бы сказал, это диспут, и так и продолжаю. Я сказал, беру на себя расходы. Вот мы поехали, сколько у нас в миссионерских поездках было? Три года, 120 тысяч километров. Только в одно лето потратили на бензин 444 тысячи. Это все мои расходы до копейки. Газель надо покупать было, 700 с лишним тысяч. Падало все на меня. Ну, тут маленько помогли, там 50 тысяч собрали. Ну, остальные это 650 на мне, опять же. Дальше. Александр Марьясов. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Посмотрел ролик собрания потеряевки с участием Романа Малыша. И стало страшно за человека. В моей голове не укладывается, что как все быстро может в человеке развернуться в противоположную сторону от понимания праведности. Так не судите только его. Вот узнали все дальше, а то такое же с тобой стучится. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Сегодня после просмотра ролика переписывались с братом Сергеем Козловым. Вот он пишет. Александр Марьясов. Брат, я забыл написать тебе самое главное. Это он Сергею Козлову. То, что все ваши, наши с тобой общезнакомые, они хорошие люди. Пусть они ушли из православия, но это, я думаю, из-за своего какого-то внутреннего конфликта. И речь здесь совершенно не в их отношениях к вере православной. А, наверное, еще то многое, что одно из них ты озвучил в ролике. Но я очень благодарен и Александру, и Евгению, и Андрусенко, и Роману, и еще многим другим. Роману Малышу, там другие. Всем благодарен, что за каждым ими сказанным нелестным словом в сторону веры православной, а не только еще более, меня укрепляли в ней. Видишь как? То есть они нападают в православие, а каждый раз вижу, что с человеком получается, когда он отходит от православия. И мне даже по этому вопросу не хочется не возражать им. Не хочется не возражать. Не хочется не возражать, и тут должно быть. Дальше. Не спорить, и не доказывать, а просто верить, любить и жить. Насколько мне определено Господом в этом мире? Ну, тут пять ошибок в одном предложении. Ничего не сделаешь. Дальше. Сергей Козлов. С миром, брат. Вот и я о чем. Чем больше я продолжаю общение с нашими вольнодумцами, тем больше укрепляюсь в православии. Вот тут меня сунули вчера ролик там с Андрющенко. Фамилия-то какая-то прямо поносная, так сказать. Вот. И вот он этот, Андрющенко Юрий. Больше часа Сергей беседует, и он не может никак его Сергея вывернуть. Он как обо мне говорит, нападает и нападает, поносит. Ну, что? Сатана зациклил и прицепил. А что он покажет? Да нет, вот много по монастырям, куча монастырей, знаю, куча, куча монастырей. Это первый раз слышу такое выражение. И видно, что ничего не имеет. Привык лазить по чужим помойкам. За чистый стол не усадишь. Вот я выставил сегодня 15 роликов. Вот я тебе говорю, это не один, это ежедневно. Ну, давай, сейчас мы посмотрим, что это за ролики. Вот. Вот события дня, вот это важное. Ян Златоуз, считают церковью. Памятный день начала работы наших ресурсов. Дальше, один том моих книг, каждую неделю один том выставляют. Дальше, Малыш, номер четвертый, приехал в Потеряевку. Вот он улыбается, я выставляю ролики. Дальше, про Василия. Вот сколько тут, сейчас я гляну. Это Василий Николаевич Черепанов. О, выключи там эту, кнопочку нажми. Вот так, а потом выставлю. Ну, система отрубается, и все, внезапно. Ничего не могу сделать. Ну, тут-то мы пройдем. Дальше, Александр Марьясов. Аллилуйя. Игнатий Лапкин. Чем можем, тем поможем. Продуктами разными, мукой. Будете жить в лагере Стане. Там и кухня, и от непогоды хорошо, и палатки не пережигать зряшно. Там всем кирий, удобно и не тесно, и не портить палатки. Повторю, что нужно будет выйти вам по скайпу, и чтобы те люди там были. Все же увидеться не лишнее. Владимир. Спасибо, дорогой Игнатий Тихонович, за поддержку. Продуктов не надо. Все привезем с собой. Для беседы с вами хочу подготовиться, чтобы она была достойной. Вы же все выкладываете в YouTube. Обнимаю вас, Игнатий Тихонович, и целую в плечо. Плечо по-старобрячески. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Приезжайте, и чем больше вас, тем лучше для всех. Но когда и что вам там готовить с собой, уже сейчас, нужно думать очень серьезно. Семена разные, инструменты, прочее подручное. Владимир. Знаю, Игнатий Тихонович, видел ваши фильмы, смотрел, и смотреть буду. На июль планируем. В крайнем случае поеду один. У меня двое детей, у брата двое, жены, и наша мама-бабушка. Вы очень добрый, Игнатий Тихонович. Спасибо вам. Игнатий Лапкин. Мы можем принять сразу 77 человек и помочь им продуктами для супов. И где спать? Есть. Везите всех и еще ищите желающих. Будете помнить долго и спасительно. Мы о том уже давно молимся. Вы же не будете тут Майдан устраивать, но будете жить по слушанию нашей православной веры и устава деревни. Владимир. Бог даст. Если приеду, привезу икону Валаамской Божьей Матери. Что он все видел? Она есть у вас в храме. Игнатий Лапкин. Икону не везите. У нас их много. Ставить негде. Владимир. Какой Майдан? Только без этого. Дорогой Игнатий Тихонович, разумеется, будем жить по слушанию и стараться придерживаться уставу деревни, хотя мы его не знаем, но он очевиден. Что будет не так, вы и люди подскажут придерживаться Богу славы мир вашему дому. Храни вас Господь Игнатий Тихонович, Никиту, Владимира, Виктора и всю вашу общину. Включи, мадам. Ну, я показать сразу хочу наши ресурсы. Я не знаю, вот. Это мой мир. Сюда перевожу все ролики, даже, которые ставятся. Ну, а тут на 1200 меньше, чем на Ютубе. Сколько здесь видео? 8465. Фотографии. 21 тысяча ровно. Поближе. Ну, вот сейчас все это включится дальше. Вот у нас есть православный форум, 1600 тем. Какой день уже он открыт? 2921 день. Ну, вот можно почти точно сказать, какого времени. То есть, очень хороший открыт. Я сравниваю с другими форумами, знаю, ну, многие такие, как у Кураева, с нашим не сравниться. Даже никак. Настолько у нас легко, и настолько открыто, широко, много, и ни их споров, в течение года ни одного спора нет. Нету. Почему? Потому что достаточно все есть. Но теперь я не могу открыть, вот начинает она крутить, может быть, откроется. Все открылось. Вот, пожалуйста. Я показывал, что мы, за день я выстоял. про Романа, Василия. Дальше, «Житие святых». Дальше, одна из моих проповедей в 2008 году, 9 лет назад. Дальше, «Большая тема», здесь М1-М5 была, тут о масонстве, о приходе антихриста, творение святого Иоанна Златоуста. Дальше, из Библии, ну, сколько? 49 минут. Так, правильно начинал, нет? Да. 49 Библия, Златоуста, полчаса. А масонстве, сколько? 2 часа 36 минут. Дальше, архипелаг сколько? Час 2 минуты. Вот так, добротолюбие? 32 минуты. Тайность святых? 20. Так, противосектантская? 1 час 47. Представьте, это за один день, за один раз. И каждый день, примерно так, бывает там 23 часа только прослушать, чтобы, ну, нападают они все вместе в этой куче, как он выразился, Андрющенко-то, и они ничего не покажут. Нету. Так, притом, это не просто что-то, а важное. Но жития святых начитана моим голосом, написано, считает Игнатий Лапкин. Проповеди в храме, говорю, есть у них? Ну, нету, нету ничего. Все вместе взяты, вы одного дня не стоите, что здесь сделано? Ну, устыдитесь немножко-то. А я молюсь каждый день, не имени им, Господи, этой дури на суде Божьем-то. Это безумие. Ну, и самый, можно сказать, тяжеловесный наш ресурс, это сайт 25-й Библии, православный библейский сайт, еще тут только нет. Вот, из творения Златоуста, значит, 50 томов, только начитано моим голосом. И вот, ответов сколько? 4124. Я думаю, сегодня, сколько мы с тобой уже? Полчаса сидим? 42 минута. А сколько? 41. Достаточно. На этом все. Благодарю, Никита. Я покажу сейчас, кто считает у нас. Молитесь за Никиту. Вот он, видишь как. Так. Надежда Васильевна, каждое утро, наш слушатель. Ну, а там дальше видно, вот я даже могу показать. Володя, повернись сюда. Чтобы видели, он на кухне. На кухне работает. Вот так. Вот у нас у меня голуби сидят, кошек. Задвинули, сейчас голубей буду выпускать. А время-то еще 6 часов только.